Добрый вечер, мои дорогие друзья, а также гости моего канала. Я рада вновь всех вас приветствовать на своем канале. И, как всегда, весь этот воскресный день я посвящаю вам и работаю над прогнозом на предстоящую неделю, чтобы поздним вечером, а иногда уже поздней ночью, выложить этот прогноз для вас на YouTube-канал. Все для того, чтобы вы могли подстраховаться, ознакомиться с прогнозом вовремя и, конечно же, спланировать свою неделю и воспользоваться теми возможностями, которые несут планеты, или же, наоборот, уберечь себя, своих близких от неожиданностей и потерь. Ну, вначале я хочу вас спросить, как прошла ваша неделя, как прошло ваше полнолуние и куда вы направили эту огромную энергию полнолуния, направили ли вы ее в мир и созидание или же в разрушение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но я очень надеюсь, что эта неделя у вас прошла хорошо и не затронула вас. На прошлой неделе я вам рассказывала, что мне очень не нравится эта полнолуния в Оливье, которое произошло 16 февраля, и что в этом полнолунии много скрытой агрессии, много подводных камней, что, собственно, мы с вами уже и увидели. К сожалению, я не люблю говорить о политике, но сейчас в мире и в политике происходят безумные события. Прошлая неделя нам это показала. Безумные заявления. Просто одно заявление безумнее другого. Безумные поступки, которые просто никак и ничем нельзя оправдать. Такое ощущение, что весь мир вокруг нас сошел с ума, и мы живем в таком королевстве кривых зеркал, где черное называют белым, зло называют добром. И все это делается для того, чтобы запутать нас и посеять панику в мире. И во многом, конечно же, это вина квадрата конфликта войны, этой между Тумандом и Нептуном, который находится сейчас в Мутных Рыбах, и Искусительницей Лилит, которая находится в Близнецах. Ну, конечно же, на это влияют и другие планеты. Об этом я рассказывала вам несколько недель подряд и предупреждала, что вот конфликт Нептуна и Лилит поднимет со дна много грязи, замутит воду, замутит пространство, принесет много воды, много вирусов, ну, а самое главное, много фейков и дезинформации. Никаким новостям по-прежнему нельзя верить. Помните об этом. Лилит будет нагнетать эту ситуацию, будет манипулировать людьми, обманывать их, искушать, раздувать через средства массовой информации. И все это будет мощно действовать вплоть до начала марта. Поэтому еще раз я вам напомню, что эти энергии несут, во-первых, нестабильность психики, это и упадок силы, потери энергии, и из-за этого ухудшение нашего здоровья, это потеря веры в себя, потеря веры в мир, депрессии, когда хочется убежать от всего и спрятаться от всего происходящего, чтобы не слышать этот бред. Но если вы очень чувствительный и вы эмоциональный человек, то, конечно же, лучше сейчас не смотреть и не слушать новостей. На самом деле, поберегите просто себя и свою психику. Ну, а те, кто все-таки будет следить за этими новостями, если вы по-другому не можете, то старайтесь не потерять здравый смысл. 80% этой информации надо выкидывать как ложную и даже как вредную. Ну, а также по-прежнему сохраняется риск обманов на любых уровнях. И вас могут обмануть, и вы сами можете обмануть, и одна страна может обмануть другую. Ну, а также всплеск, усиление распространения всяческих вирусов и аллергий, и отравлений. Поэтому опять по-прежнему будьте внимательны и с алкоголем, и с лекарствами, и с химией, и с морепродуктами. И сейчас лучше не рисковать, не ходить по льду и вообще быть очень аккуратными вблизи воды. Но для кого особенно этот период опасен, я повторю еще раз. Близнецы, рожденные с 10 июня по 21 июня. Девы, рожденные с 10 сентября по 23 сентября. Стрельцы, рожденные с 10 декабря по 22 декабря. И рыбы, рожденные с 10 марта по 20 марта. А также вы можете поставить видео на паузу и проверить свои гороскопы. Ссылки на построение гороскопов всегда есть под этим видео. И если вы нашли планеты или важные точки вашего гороскопа, начиная с 21 по 24 градус знаков рыб, близнецы, девы или стрельцы, или у вас есть любые аспекты в вашем личном гороскопе между Лилит и Нептуном, то обязательно будьте очень осторожны и берегите себя. Не доверяйте незнакомым людям, не обманывайте сами, а также будьте внимательны к своему здоровью. Старайтесь думать позитивно. Смотрите комедии, слушайте спокойную музыку. Пейте травяные чаи, очищайте свое тело и спите больше. И, конечно же, вам в помощь вода и любые водные процедуры. А также помогут успокоиться медитации, любые духовные практики, молитвы или же просто прогулки, прогулки на улице, на природе. Но также эту неделю можно уже назвать последней неделей февраля, поэтому уже можно подвести итоги прошедшего месяца. Но, к сожалению, события последней недели зимы, они будут непредсказуемыми. Но сейчас я попробую вам рассказать обо всем по порядку, насколько, конечно, это возможно. Итак, на этой неделе Луна будет по-прежнему убывать и будет помогать нам с вами избавляться от любого балласта. И от мусора в нашем доме, и ненужных отношений, и, конечно же, от вредных привычек, от лишнего веса. Вот это лучшее время для того, чтобы освободиться и выкинуть это из своей жизни. Когда Луна убывает, то наше тело автоматически сонастраивается с природными ритмами и избавляется от токсинов. Поэтому помогайте сами своему телу. Пейте больше воды сейчас, меньше кушайте. И к концу недели позволяйте себе больше отдыхать. Ближайшее Новолуние произойдет только 2 марта. И вот до этого времени продолжайте чистить свое пространство и свой дом и себя. Я еще раз напоминаю, что и на этой неделе по-прежнему в вашей жизни вновь могут появиться кармические события, которые начинались на последнем коридоре затмений. А этот коридор затмений был с 19 ноября по 4 декабря. Или же примерно плюс-минус 2 недели от этих дат. Вспоминайте, что происходило в этот период в вашей жизни. И сейчас будет происходить что-то похожее. Или вы получите бумеранг. Поскольку по делам и поступкам вашим сейчас будет воздано вам. И, соответственно, по хорошим делам будут приходить хорошие события. Ну а по плохим получите то, что вы заслужили. Так вот, начиная с 15 февраля, Солнце уже вступило в конфликт с лунными узлами на целые 2 недели. И вот целые 2 недели в вашей жизни вновь могут всплывать события из вашего прошлого, которые начинались последним коридором затмений в 2021 году. И вам еще раз будет дан шанс что-то поменять в своем поведении или отношении к тому, что будет происходить в эти 2 недели, или к тому, что начиналось у вас на последнем коридоре затмений. Сейчас вновь могут в вашей жизни продолжиться или те события, которые начинались тогда, и в вашей жизни снова могут появиться люди из того времени. По-прежнему всю эту неделю наблюдайте за всем внимательно, обращайте внимание на знаки, на события, на слова и поступки людей, которые вас окружают, на слова и поступки ваших близких. И все, что будет происходить сейчас, происходит не случайно. И вы должны понять, что вам что-то нужно поменять или что-то нужно исправить, если у вас что-то происходит. Но если в вашей жизни ни на прошлой неделе, ни на этой неделе не будет происходить ничего плохого, то я, конечно же, хочу вас поздравить. Это означает, что вы живете правильно. И если в вашей жизни произойдут какие-то неприятные события, то это означает, что вы срочно должны сделать какие-то выводы. Но абсолютно все должны быть внимательными в этот период, чтобы не наделать новых кармических ошибок. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что будет происходить в вашей жизни в этот период. Что происходило на прошлой неделе, что будет происходить на этой. И как вы справляетесь с кармическими долгами. Несмотря на все происходящее сейчас, новые возможности, они по-прежнему продолжают стучаться в вашу дверь. Поэтому открывайте вашу дверь всю неделю и до конца февраля. Я вам об этом уже рассказывала. Щедрый барин Юпитер шлет секстиль свободолюбивому, революционеру и неожиданному урану. А это значит, что будут возникать неожиданные возможности. Для кого-то это будут благоприятные перемены, которые нельзя пропустить. Для кого-то это могут быть неожиданные успехи в работе. Это и повышение в должности, и в зарплате, и премии. Поддержка от вышестоящих лиц, у которых есть власть. Или же просто удачное стечение обстоятельств и приятные перемены. И если вы постараетесь и начнете сейчас, в феврале, что-то новое, что-то непривычное в этот период, то неожиданно вы тоже можете получить очень хорошие результаты. Особенно на это должны обратить внимание раки, рожденные с 1 июля по 5 июля, тельцы, рожденные с 29 апреля по 3 мая, рыбы, рожденные с 28 февраля по 4 марта, и козероги, рожденные с 30 декабря по 3 января. Ну а также можете поставить видео на паузу и проверить свой гороскоп и посмотреть, если у вас есть любые аспекты между Юпитером и Ураном в вашем личном гороскопе, то вы тоже должны воспользоваться этими возможностями. Красавица Венера на этой неделе продолжает свой танец с мужественным Марсом в знаке козерог. И, конечно же, эта неделя идеальна по-прежнему для тех, кто ищет для себя пару, кто находится в поисках любви. Чувства по-прежнему будут обострены, любовь и страсть, она будет просто витать в воздухе. И на этой неделе также могут завязываться различные интересные знакомства. В любовных отношениях все будет ускоряться, все будет происходить очень быстро. Возможно, и любовь с первого взгляда, и даже интим на первой встрече, или же брачное предложение через несколько часов после вашего знакомства. Но здесь, опять же, нужно все-таки быть осторожными, поскольку из-за необдуманных связей могут быть и нежелательные беременности в феврале, и даже венерические заболевания. Поэтому любовь любовью, страсть страстью, но голову все-таки терять не надо. И особенно потому, что все, что будет происходить сейчас в отношениях и в любых знакомствах, это касается романтических знакомств и деловых знакомств, все может происходить чересчур быстро, чересчур импульсивно и непредсказуемо. Никто не может сейчас вам сказать, к чему же вас приведут эти отношения или это знакомство. Но, конечно же, будут и такие, кому эти чрезмерные страсти могут принести и ревность, и конфликты, в ваши семьи, в ваши пары и расставания. Можете поставить видео на паузу и проверить свои гороскопы. Ссылки на построение гороскопов, как всегда, находятся под этим видео. И если у вас есть планеты или важные точки вашего гороскопа, начиная с 10 по 27 градус знаков Козирог, Рыбы, Телец, Скорпион, Девы, или же знаков Овин, Рак или Весы, а также все те, у кого в личном гороскопе есть любые аспекты между Марсом и Венерой, то вы, конечно, почувствуете эти энергии сильнее других. Но также Козироги, рожденные с 1 января по 16 января, Рыбы, рожденные с 1 марта по 16 марта, Тельцы, рожденные с 1 по 16 мая, Скорпионы, рожденные с 3 по 19 ноября, Девы, рожденные с 3 по 19 сентября, Овны, рожденные с 31 марта по 16 апреля, Раки, рожденные со 2 июля по 19 июля, И Весы, рожденные с 4 по 20 октября. Пользуйтесь этими энергиями, особенно если вы до сих пор одиноки и находитесь в поиске пары. Венера и Марс – это сладкая парочка, Неразлучны будут до конца февраля, И на этой неделе они пошлют секстиль Туманному повелителю морей и океанов Нептуну. И вот эти планеты по-прежнему нам с вами дарят шанс договориться, Договориться с миром, найти общий язык, Простить друг друга, И, конечно же, это время нужно использовать. Нептун принесет в отношения Венеры и Марса Романтику, влюбленности, фантазии, Наденет свои розовые очки, И многие будут сейчас витать в облаках. Но в то же время Нептун затуманит ситуацию, И легко вы можете быть втянуты в чьи-то тайные дела на этой неделе, Или же в чужие аферы. Поэтому, конечно, не нужно забывать про здравый смысл, Как в отношениях, так и особенно в тех делах, которые касаются денег. Поэтому не рискуйте на этой неделе своими деньгами, Будьте внимательны при заключении сделок И при подписании контрактов, А также при знакомствах. Будьте внимательны. Сейчас люди будут предпочитать работать за кулисами, Не афишировать свои истинные планы, Свои мотивы, Не показывать свое настоящее лицо. Они будут прятаться за маской И действовать чужими руками. Те люди и та сила, Которая сейчас будет прятаться, Она проявится позже И покажет и откроет свое истинное лицо В начале марта. Поэтому не вовлекайтесь ни в какие интриги, Не нужно. Не нужны вам сейчас Какие-то сомнительные сделки Или подковерные войны. Не участвуйте в этом. Или же действуйте прямо и открыто. Ну а если вы не можете это делать по каким-то причинам, Или просто боитесь, То лучше не делайте ничего. Ищите мира, а не войну. И слушайте свою интуицию. Сейчас она будет работать очень хорошо. Ну а также пользуйтесь этими энергиями во благо. Не забывайте о романтике в ваших отношениях. Покажите своим партнерам свою любовь, Что вы дорожите ими. Конечно, Нептун может склонять вас К заблуждениям, к иллюзиям. Но все-таки Нептун – Это еще и очень сильная помощь вашей интуиции. Поэтому выбирайте сейчас сердцем. Оно подскажет вам, как нужно поступать. И доверяйте своей интуиции. Окунайтесь в эту романтику, в нежность. Подарите своему избраннику Или вашей избраннице Разговор по душам. Искренность свою, тепло. И это оценят. И очень важен сейчас будет Психологический климат в ваших отношениях. Поддержка и родство душ. Вот это будет очень цениться. Ну а новые романы, которые сейчас будут начинаться, Они могут оказаться только вашим желанием Закутаться в вашего избранника, Как в такое теплое одеяло. Найти для себя комфорт. Потому что вам так удобно. И очень хорошо было бы сейчас на этой неделе Понять и выяснить, и отделить. Действительно вы любите этого человека. Или только вам греют душу те чувства, Которые вы испытываете рядом с ним. Ну а также это будет энергия милосердия. Поэтому будьте милосердными, Несмотря ни на что. Помогайте людям, которые нуждаются И словом, и делом, и пожертвованиям, и молитвой. Зайдите в храм, помяните своих предков. И, конечно же, помогайте и старикам, и детям, и нищим. В такое смутное время очень важно не терять веру. И сейчас только люди, которые развиты духовно, Смогут не поддаться на всеобщую истерию, И не сойти с ума. И я очень надеюсь, что мой канал смотрят Добрые и светлые люди. Я в этом просто уверена. И особенно эти все энергии, О которых я рассказала, Будут чувствоваться вечером, во вторник и в среду утром. Сильнее других эти энергии почувствуют Козероги. Козероги, рожденные с 9 января по 14 января. Тельцы, рожденные с 10 мая по 15 мая. Девы, рожденные с 12 сентября по 17 сентября. Рыбы, рожденные с 10 марта по 15 марта. И скорпионы, рожденные с 11 ноября по 16 ноября. А также поставьте видео на паузу И проверьте свои гороскопы. Ссылки на построение гороскопа Есть под этим видео. И всем, у кого в вашем гороскопе Марс, Венера, Нептун Делают любые аспекты к друг другу. Или же, если вы видите, Что в вашем гороскопе есть планеты, Начиная с 19 по 26 градус Знака телец, скорпион, козерог или рыбы, То вы почувствуете эти планеты сильнее других. Начиная со вторника и до конца недели Посланец богов Меркурий Будет конфликтовать с непредсказуемым ураном. И вот точный аспект их недружбы Будет в пятницу, А во вторник еще и луна туда вмешается И подогреет этот конфликт. Но эти энергии мы с вами будем чувствовать Всю эту неделю. Поэтому я сразу хочу предупредить всех Не нужно покупать на этой неделе Технику, электроприборы, гаджеты. Отложите все эти покупки. Ну а также на этой неделе Их конфликт может принести Неожиданные поломки, Поломки вашей техники, машины, Электроприборов В самое неподходящее время. И в дороге тоже может происходить Все, что угодно. Дороги на этой неделе будут опасными. Поэтому будьте очень внимательны И за рулем, и на дороге. А также берегите своих детей. Могут происходить неожиданные перемены. Перемены в ваших планах. Неожиданные и даже шокирующие новости Могут приходить на этой неделе. И еще могут разрываться Неожиданно, опять же, договоренности, Контракты. Могут происходить серьезные конфликты Между людьми. Особенно между близкими, родственниками Или друзьями. И возможны споры. Споры, особенно на тему, Кто из нас самый умный, Кто из нас самый хитрый. Но все-таки старайтесь на этой неделе Не наговорить лишнего И прикусите свой язык. Могут быть весьма неприятные заявления. И такие заявления могут быть От властей любых стран. Я надеюсь, что обойдется на этой неделе Без вооруженных конфликтов. Но также могут быть проблемы. Проблемы могут быть и с самолетами. Поэтому лучше сейчас отложить перелеты. Могут быть просто нарушения в расписании полетов. Или они будут отменяться, откладываться, Задерживаться вылет. Но любые темы, которые связаны с поездками, С контактами, с общением, договоренностями, С оформлением каких-то документов, С подписанием контрактов. Вот у всего этого могут быть Очень неожиданные последствия. Перемены. Все это может пойти по незапланированному сценарию. Поэтому помните об этом на этой неделе. И не волнуйтесь, если что-то пойдет не так. Будьте просто к этому готовы. Имейте план Б. Могут быть также сбои. И в работе банковских систем, И платежей, и хакерские атаки. И также могут быть мошеннические покушения На какие-то электронные счета, на ваш банк. Здесь будьте очень внимательны. Курсы валют. Они тоже могут скакать. Или могут быть какие-то непредсказуемые ситуации На рынках или биржах происходить. Интернет. Вот связь тоже, она может в это время Не работать или работать с перебоями. Вообще, всю неделю будет очень высокий риск Получения неожиданных и, скорее всего, Очень неприятных новостей. Такие новости, как снег на голову. Это могут быть и аварии, И повышенная нервозность у людей, Взвинченность, раздражительность, конфликтность. И знакомства, они тоже будут сейчас неожиданными. Они, возможно, будут очень интересными. И если у вас завяжется знакомство на этой неделе Или роман, то, конечно же, вам скучно не будет Ни в коем случае с этим человеком. Но вот этот человек, он может вас просто утомить. Утомить своими тайнами, головоломками Или же теми событиями, которые все время будут меняться. Меняться непредсказуемо. Но это хорошее время для обучения, Для занятия любыми науками, Для изучения чего-то нового. Поэтому пользуйтесь. И от высоких нагрузок на этой неделе Также может болеть голова. Поэтому если вы будете работать над чем-то тяжелым, То давайте себе время на передышки, И чтобы вы могли переключать свой мозг. В идеале даже 15 минут на улице Простая такая прогулка. Она вам поможет, чтобы ваш мозг отдохнул И, конечно, поймал очередное озарение от урана. И старайтесь высыпаться. От нервного напряжения, В котором люди будут находиться на этой неделе, Тоже могут быть и проблемы со здоровьем. Это могут быть и спазмы сосудов, И головокружение, головные боли, Резкое повышение давления, Даже нервный тик. Или же обморочные или истерические состояния, Поскольку Меркурий – это наш мозг, И он будет конфликтовать с ураном. Поэтому берегите себя. Кого коснется больше других? Это водолей, Рожденные с 27 января по 2 февраля. Тельцы, рожденные с 27 апреля по 3 мая. Львы, рожденные с 30 июля по 5 августа. И Скорпионы, рожденные с 30 октября по 5 ноября. Будьте очень-очень внимательны. И все те, у кого в личном гороскопе Есть любые аспекты между ураном и Меркурием. Еще на этой неделе будет одна дата, О которой хотелось бы поговорить. Это дата шести двоек. 22 февраля 2022 года. Считается, что дата 22 февраля 2022 года Она может стать поворотной или же фатальной точкой Или же в судьбе человека Или в судьбе какого-то государства Или даже в судьбе целого мира. И независимо, верите ли вы в нумерологию или не верите, Все-таки постарайтесь в этот день что-то сделать. Действуйте. Комбинация вот этих цифр 22-02-2022 Одинаково читается с обеих сторон, если вы посмотрите. И вот такие совпадения, они случаются очень редко. Нумерологи называют этот день волшебным И связывают его с кармическими событиями, Которые могут кардинально менять судьбу. И не только судьбу человека. Во время таких зеркальных дат Можно совершать различные ритуалы Для того, чтобы привлечь удачу, Привлечь любовь в свою жизнь, Искать поддержки у высших сил, Загадывать желания, Строить карты желания. И для этого в этот день будет 6 зеркальных комбинаций времени, Когда вы можете сделать какой-то ритуал. Это будет время 2 часа и 20 минут ночью, Затем 2 часа 22 минуты ночью, Затем 20 часов и 2 минуты, 20 часов и 22 минуты, 22 часа и 20 минут, И 22 часа и 22 минуты, А также полночь. Но очень важно, Если вы будете делать какие-то ритуалы, Будете что-то загадывать или просить, То очень важно быть спокойными И настроенными на мир, на любовь. Если мы с вами успокоимся, То мир тоже станет спокойнее. Итак, что же можно делать во время зеркальной даты? Во-первых, составлять планы на будущий месяц Или даже на год вперед, Писать их, расписывать ваши цели, Смотреть, какие есть возможные препятствия у вас на пути, И продумывать, как вы будете действовать. Делать что-то приятное лично для себя. Например, сходить в кино, Сходить на СПА-процедуры, Сходить в спортзал. То, что приносит вам какую-то радость. И постарайтесь провести в этот день, Опять же, в атмосфере дружелюбия, Радости, взаимопонимания С близкими вам людьми. Попробуйте помириться, Наладить отношения с теми, С кем вы были в ссоре, возможно, давно, Или с кем вы случайно потеряли связь. И, конечно же, загадывайте желания, И тогда они обязательно будут сбываться. Но все ваши желания должны быть на благо. Помните об этом. Нельзя в этот день ссориться, Нельзя конфликтовать, Выяснять отношения. Нужно быть спокойными. И именно такую зеркальную дату Ваши слова, ваши эмоции, Ваши поступки, Любое ваше слово Может возвратиться к вам Подобно зеркалу, Будет отражаться. И отразится или на вас, Или на ваших близких. Поэтому не забывайте об этом в этот день. Ну а также эта зеркальная дата, Это сильнейший энергетический поток, Который способен менять вашу жизнь. Вот Вселенная в этот день, Она будет помогать. Помогать и вашим планам, И вашим желаниям, Вашим намерениям. Но опять же, Только если они будут нести добро, Если они будут нести позитив, Развитие, И не нарушать границы других людей. И тогда ваша жизнь Начнет меняться к лучшему. Поэтому этой датой Обязательно воспользуйтесь. Ну а теперь давайте, Как всегда, Пройдемся по дням недели. Понедельник, 21 февраля. С утра наша Луна еще задержится в гостях у гармоничных весов. И с утра она еще приветливой будет, Гармоничной, покладистой. Ну а к обеду Луна отправится в гости к Скорпионам. И вы тоже не суетитесь этим утром понедельника. Нет небесной поддержки. Ни вам, ни вашим делам До самого полудня. Завел Луну небесный навигатор, Не пойми куда, Запутал он Луну. Она с вами с 8 утра поддержки лишил. И до 12 часов не найти Луне, Дорогу назад. Поэтому не планируйте ничего в это время. Корабль вашей цели все равно заблудится. Утренние часы будут погонять вас Своими негативными аспектами. Конфликтом Луны с опасным Плутоном. И опасным будет этим утром пространство. И многие под этим аспектом опасным Будут искать негативные эмоции И создавать конфликты До напряженной опасной ситуации. Поэтому этим утром пейте лучше чай с мятой. И не дайте злу проникнуть в ваш новый день жизни. Ориентируйтесь лучше сегодня на секстиль. Секстиль щедрого Юпитера с непокорным ураном. Когда закончится период Луны, без курса, тогда и начинайте. Воплощайте свои грандиозные планы или же составляйте эти планы. Шикуйте, живите со вкусом. Юпитер всегда подарит вам и оптимизм, и энтузиазм. Когда даже сидя в луже, можно радоваться рассвету, Так как с этим рассветом приходит новый день. И этот день может подарить вам рассвет и в вашей жизни. Что бы ни происходило, нельзя культивировать уныние и отчаяние. Помните об этом. Пока Юпитер с Ураном будут посылать вам свою добрую энергию, И вы тоже. Верьте в свою счастливую звезду и будьте готовы внести перемены в свою жизнь. Ну а после обеденного времени Луна встретит Солнце благим тригоном. А это очень продуктивный аспект, Сила которого поможет вам решить многие дела и задачи этого дня. И даже можно начать новое дело, Либо же с размахом продолжить и воплощать ранее начатое. Приятная энергия разольется в пространстве, Теплое, радостное. И вы тоже. Впустите в себя эту радость, Делайте то, что вас радует, Общайтесь с теми, с кем рядом вам тепло. Ведь вы сами выбираете, с кем и как проводить ваше время. Наполняйте свою жизнь счастливыми часами И идите путем созидания. И творите. Не переставайте никогда творить. Есть энергия Творца в этом первом дне. Меньше проводите времени в социальных сетях, Да в интернете. Они оттягивают вашу энергию и наполняют вашу жизнь пустотой. Вспомните, какое у вас хобби, что вы любите. Ну а если нет хобби, то срочно нужно его найти. Созидая, вы не заметите, как летит время, Но ощутите энергию и прилив сил. Возможно, что именно сегодня вы найдете для себя подходящее хобби. И может быть, это хобби однажды станет вашей любимой профессией. Всегда любите то, что вы делаете. Ну а к вечеру опять мужественный Марс сольется в танцы с красавицей Венерой. И вы тоже сливайтесь, ищите свою вторую половинку, Либо же разжигайте страсть в том человеке, которого вы однажды для себя выбрали. Следуйте за Марсом и Венерой и спите после этого сладко. Вторник, 22 февраля. Луна сегодня весь день гостит у скорпионов. Ну а у скорпионов подозрительная Луна. Во всем она подвох видит, да предательством для нее везде пахнет. А ваша задача – гнать от себя эти страхи и просто наблюдать за пространством. Самая лучшая позиция этого дня – залечь на дно, как делает это скорпион, и наблюдать. Делать выводы и записывать в свой дневник наблюдения, кто вас обидел и как ему отомстить, когда пора, конечно, для этого придет. Пространство сегодня будет провоцировать вас на опрометчивые поступки. Ну а вы не ведитесь, игнорируйте обозленных людей и глупые ситуации обходите стороной. Луна в скорпионе и так, дама, мнительная. А с утра ее еще будет подгонять оппозиция Луны со свободолюбивым Ураном. И еще более подозрительной станет Луна. Вокруг одни враги и ситуации с подвохом будут ей мерещиться. Да и предчувствие у нее тоже будет дурное. И вот эту энергию она и сможет вам сегодня передать. Поэтому не начинайте делать то, что вызывает у вас сегодня сомнения. Не творите серьезных дел с тем, кто однажды уже не оправдал ваше доверие. А то под этим аспектом все ваши планы могут полететь в тар-тарары. Если коснется их рука невезучего человека, который является магнитом для нелепых и дурных ситуаций. Но если вы давно хотели начать свою жизнь с чистого листа, то эта энергия и это утро может оказать вам такую помощь. И сказать вам, спи и не ходи на эту работу. Увольняйся, позвони и скажи, что заболел. Лежа в постели на удобном боку, думай над тем, как улучшить свою жизнь и свое окружение. Пришло время расставлять приоритеты, делать новые расстановки в своей жизни. И вы тоже. Будьте как луна, избавляйтесь от вредных привычек, которые вас тянут на дно, которые не позволяют полноценно уважать себя. И с самого утра оставьте свою вредную привычку позади себя и больше никогда туда не оглядывайтесь. Есть, конечно, и роскошь в этих утренних часах вторника. Луна пошлет тригон щедрому парену Юпитеру. А это означает, что можно и большие дела в дообеденное время провернуть под этой энергией. Самое главное – верить в успех. И в себя, и в успех вашего дела. Если вы поймаете такое ощущение, что вы сегодня поцелованы Богом, и все высшие силы вам благоволят и помогают, то действуйте, воплощая самые важные ваши дела. Но если у вас веры нет, если слепы глаза у вашего энтузиазма, то неспособны вы сегодня будете дотянуться до этой энергии. Тогда просто бубните себе под нос этим утром, что я успешная, я верю в свой успех, и успешны дела мои и мысли мои, способны вывести меня только к успеху. И ищите вы в жизни этого успеха. Но вечером темном свой пыл уже поумерьте. Луна заденет квадратом строгий Сатурн. И все дела, которые не будут обдуманы серьезно, зайдут в тупик и найдут для себя преграду. А встречи и свидания нагонят лишь тоску и печаль. Хорошо под этой энергией ставить точки, завершать что-то. И вы тоже поставьте точку в скучной главе вашей жизни. Завершите то, что наболело у вас и давно искало этого логического конца. Поставьте точку в том, что уже не имеет для вас никакого смысла, и живите со смыслом. Ну а ближе к полуночи наша Луна сикстилем встретит красавицу Венеру. И тогда загадывайте желание. И помните, что однажды ваше желание обязательно сбудется. Среда, 23 февраля. Наша Луна гостит у скорпионов. Но после четырех часов дня Луна отправится в гости к стрельцам. И настроение в этот день должно быть праздничным. Если, конечно, вы этот праздник помните и привечаете. Но энергия этого дня будет капризной. Придется уворачиваться от ее каприз. Луна сегодня королева аспектов. Поэтому с самого утра положите в свою голову такую мысль, что вы не будете сегодня провокатором опасных да негативных ситуаций. И от телефона вашего любимого тоже держитесь сегодня подальше, так как этот лунный день способствует нагнетанию дурных мыслей и конфликтов. Спите лучше сегодня долго, так как уже в самые утренние часы Луна соединится с Южным лунным кармическим узлом. И тогда вернет Луна бумеранг тому, кто однажды этот бумеранг и запустил. И если ударит вас сегодня бумерангом, то помните, что это ваш бумеранг. Только не плодите непристойных дел под этим аспектом, а то напускаете для себя новых бумерангов, которые однажды вновь собьют вас с ног и собьют с пути истинного. Будьте умницами! Марс воинственный сегодня опять в точном соединении с красавицей Венерой. Ну, а это хороший аспект для любви и страсти. Будьте сегодня страстными, будьте желанными, будьте любимыми. Дарите своим дорогим мужчинам романтические подарки. Или же слепите ему поделку какую-нибудь. Или приготовьте танец с розой в зубах. Или стих сочините. Что он самый смелый и умелый, и отважный. Для вас он самый важный. И я горжусь тобой, мужчина мой, не забывай, что ты со мной. Мой рыцарь, мой герой, встань на мою защиту. Дарю тебе я биту. Ну и дарите ему то, что в своих стихах вы обозначите. После полудня пространство уже подобреет. Луна найдет хорошим аспектом, опасный Плутон, и тогда можно будет дарить и подарки. А после часа дня Луна вновь собьется с курса, и до четырех часов Луна не найдет дорогу назад. Ну а вы за Луной не ходите. Планируйте в этот день. Все заранее, все ваши дела заранее. Ну а спонтанные дела в этот период не приведут к намеченному результату. Но сегодня надо стремиться. Стремиться к воплощению того, что для вас важно, что для вас ценно. В послеобеденное время воинственный Марс пошлет секстиль туманному Нептуну. И с Божьей помощью все дела очень ладно складываться начнут. Самое главное перед началом дела попросить высшие силы благословить вас и дело ваше. Это хороший аспект, и располагает он к творению самых добрых дел. И вы сегодня тоже только добрые дела творите. Не переходите сегодня никому дорогу, не берите ничего чужого, не предавайте, никого не унижайте и не делайте никому больно. Вы сегодня добрые, помните об этом. И даже когда к полуночи наша Луна квадратом докатится до солнца златоликого, вы не будете свой злой дух выгуливать, потому что вы будете знать, что вы добрый человек. И вашему другу милому тепло рядом с вами, и вы, его надежда, и его опора, и благодаря вам он способен свернуть горы. И все, что он делает, он делает ради вас и во имя вас. Помните об этом, и подарите сегодня своему рыцарю праздник. Четверг, 24 февраля. Луна по-прежнему гостит у стрельцов, и вы тоже будьте, как Луна в стрельцах. Цените себя. Луна в стрельце берет все самое лучшее, и веры в лучшее никогда не теряет. И вы сегодня тоже делайте выбор в пользу недосягаемого, идите туда, куда вас ваш ум влечет, по неизведанным ранее дорожкам и тропинкам, и верьте в чудо, тогда и чудо поверит в вас. Продолжайте сегодня творить дела ваши добрые, милостивые, пока воинственный Марс находится в секстиле к туманному Нептуну. Воплощайте сегодня свои мечты, энергия данного аспекта позволяет любую мечту сделать реальностью. Чтобы дела этого дня увенчались успехом, делайте только то, что вдохновляет вас. Входите сегодня в чужие двери только с добром, тогда с добром и выйдите. Венчайтесь сегодня, креститесь, посетите церковь, благая энергия для соприкосновения с религией. И утро четверга тоже будет очень добра. Луна встретит благим тригоном партнерский херон и пошлет луна секстиль благой посланцу богов Меркурию. Да и сам Меркурий в это время будет слать секстиль партнерскому херону. День замечательный и для сделок, и для подписания соглашений различных, и для переговоров, и для важных дискуссий. Да, для предложений руки и сердца тоже день подходит. И для свиданий, и для шоппинга, и для проведения косметологических процедур это прекрасный четверг. Максимально сегодня используйте этот день, и тогда небеса вас поддержат, пошлют вам хорошую энергию, только не забудьте их об этом попросить. Небесные любовники, воинственный Марс, красавица Венеры в точном соединении сегодня опять. Поэтому решайте свои финансовые вопросы. И если не везет вам в любви, то обязательно повезет в деньгах. В любом случае сегодня нужно заниматься привлечением денег в свою жизнь. Но в обеденное время Луна заденет квадратом щедрый Юпитер, и квадратные станут дороги. Юпитер скажет Луне давай роскошничать, пошли деньги тратить, которые ты заработала. Чем больше ты Луна потратишь, тем больше денег тебе и вернется. Энергия денег, она должна крутиться. В общем, смотрите, чтобы Юпитер не развел вас сегодня и не заставил купить что-нибудь престижное, большое, дорогое, так, как Юпитеру нравится. Под этой энергией еще можно наобещать стрекороба, поэтому на обещание людей смотрите сквозь пальцы, надейтесь только на себя, а не на других. Красавица Венера тоже сикстилем туманный Нептун найдет сегодня. Это будет очень романтичный день, сколько в нем будет любви, нежности и алых лепестков роз. И вы тоже ищите эту нежность, слушайте в этот день музыку приятную, и желайте себе исполнения желаний, пока пространство вам благоволит. И пусть пространство сегодня смилостивится над вами и пошлет вам удачное стечение обстоятельств, при которых все ваши желания начнут исполняться, и вы станете чуть-чуть счастливее. Вот только перед самым сном следите за своими словами. Посланец богов Меркурий заденет квадратом свободолюбивый Уран. И можно будет таких глупостей наговорить, что потом будет стыдно за свои слова. Идите лучше за секстилем Луны к строгому Сатурну и планируйте ваш новый день. Ставьте перед собой новые цели и говорите только строго по делу. И спать тоже ложитесь вовремя. Пятница 25 февраля. Луна еще гостит в Стрельце до вечера, ну а после 7 часов вечера Луна направится в гости к строгим козерогам. Дурной день пятницы и не подходит этот день для каких-то важных дел. С утра наша Луна начнет всех вводить в заблуждение, докатившись квадратом до туманного Нептуна. И если вам, конечно, нужно кого-то обмануть, то вы можете сегодня это сделать. Ну и вам тоже могут пустить пыль в глаза в эту пятницу и выдать желаемое за действительное. Красавица Венера сегодня тоже стоит в секстиле к туманному Нептуну. Это, конечно, добрый аспект, но он тоже может помочь и впасть вам в иллюзии и фантазии и туману на вас напустить. Но сегодня верьте только строго фактам и жестким аргументам. До полдничного времени посланник богов Меркурий будет стоять в квадрате к неожиданному урану. И помните, что слово не воробей. Вылетит не поймаешь, а пожалеть об этом можно. Много много ерунды можно наговорить под этим аспектом. И сами вы потом будете в шоке от того, что сегодня наговорили. Поэтому следите за своим языком строго. Документы важные тоже сегодня подписывать не стоит. Закрадутся в эти документы разные форс-мажоры и другая дребедень. Не рубите сегодня с плеча, не посылайте никого туда, куда он сам напрашивается, быть посланным. Возможно, что вам он еще пригодится. С раннего утра с 6 часов утра наша Луна будет блудить в тумане Нептуна и не найти Луне дорогу назад до половины восьмого вечера. Луна весь день без курса, ну а вы без старта. Не начинайте сегодня никаких новых дел, не время для этого. И пока красавица Венера стоит в секстиле к туманному Нептуну, можно, конечно, и своему любимому тоже сказок да сладких речей в уши наговорить. Как вы сильно его любите, да как вы его цените. Это хороший аспект для того, чтобы признаться в своей любви, в своих чувствах. И это можно делать сегодня за бокалом вина или чего-нибудь покрепче. Самое главное потом не ударить в грязь лицом, показав объекту своих желаний всю тьму, которую вы в себе носите, да прячете. Ну, а вечером опять воинственный Марс будет в соединении с красавицей Венеры, и вы тоже соединяйтесь с кем-нибудь. Бог создал каждой твари по паре. Ну, а где ваша тварь? Ищите ее. Это время для того, чтобы любить, и время для того, чтобы искать. Суббота, 26 февраля. Луна сегодня гостит у строгих козерогов. Ну, как гостит? Скорее, работает. Когда Луна перемещается в знак козерога, мы с вами понимаем, что все выходные пройдут под одним лозунгом «работать, работать и еще раз работать». Причем работать не только вам, но и всем домашним. Совершенно естественно для Луны в козероге взять для себя и подработку на выходные или притащить для проверки документы из офиса домой и совместить несовместимое, пытаясь преуспеть везде и в личных делах и оставаться на связи с начальством. Лунный день будет очень напряженный, до начала дня будет добрым. Луна с утра пошлет секстиль солнцу златоликому. И вы тоже как проснетесь субботним утром впустите в себя солнце, зажгите свое сердце и поделитесь своим теплом с близкими вам людьми. Ловите хорошее настроение этим утром. Начало дня будет светлым. Пока мужественный Марс в соединении с красавицей Венерой делайте то, что вам хочется, то, что вы желаете. Ну, а в обеденное время Луна квадратом стукнет в партнерский херон и гармония уже покинет наше пространство. Обострится у всех чувство справедливости. Ну, у всех это чувство разное и про разное оно будет. Поэтому к согласию прийти будет очень тяжело. И если вы уважаете человека, то лучше согласитесь с ним. Ну, а если не уважаете, то ищите острых углов, и сегодня вы их обязательно найдете. надежда. а ближе к полудню в пространство войдет надежда. Луна пошлет тригон свободолюбивому урану, и они вместе помогут вам осуществить ваши планы. Дружественная энергия разольется в пространстве, и тогда можно уже отправиться и в гости к друзьям, или вместе с ними пойти на вечеринку веселую, способную внести краски сочные в будни ваши серые. Записывайте свои идеи, которые будут приходить в вашу голову. Вдруг вас озарит в этот период свыше, и придумайте вы что-нибудь такое гениальное, а может быть даже эпохальное. Поэтому все идеи нужно записывать в ваш блокнотик. Ну, а чуть-чуть позднее наша Луна пошлет секстильщедрому Юпитеру, и тогда удача сядет на ваше плечо, а богиня фортуна раскинет перед вами красную дорожку. И вы тоже почувствуете, насколько вы важный, авторитетный, уважаемый человек, который недовольствуется малым, а имеет размах на эту жизнь. Успешны все дела, которые на вечернее время вы сегодня задумаете. И вы тоже успешны. Не забывайте про это никогда. Верьте в себя. Воскресенье, 27 февраля. Весь день наша Луна будет гостить у Козерогов. Ну, а Луна в Козероге дама холодная, бесчувственная, жесткая, экономная. Поэтому не ждите добрых слов от своей дамы. Есть рядом, да и ладно, улыбнется и на том спасибо. Ну, а поздним вечером после девяти часов Луна освободится и направится в гости уже к свободолюбивым водолеям. И почувствует Луна себя шальной императрицей от всех правил и условностей свободной и независимой. Утро будет добрым, Луна пошлет секстиль туманному Нептуну, и вы этим утром воскресным найдите свою дорогу в храм. Сегодня будет открыт канал общения с Божественным миром. Поэтому отправляйтесь с утра в храм и пообщайтесь вдоволь. Вы сегодня широкой души человек. Помните, что у вас душа добрая, поэтичная, романтичная, живописная да красивая. Вот и вы гуляйте свою душу этим воскресеньем, да не забудьте протянуть руку помощи своим близким. С утра можете шлепнуть вашего друга милого игрива, пофлиртовать с ним часок-другой, пока красавица Венера в соединении с Мужественным Марсом. И вы тоже можете побыть игривой кокеткой, с завлекающими кудряшками. Луна усилит сегодня этот аспект и сама соединиться и с красавицей Венерой и с Марсом. Но самое главное сегодня не напороться на скандал, не попадайте сегодня под горячую руку, не ищите сами конфликтов до острых ситуаций, не метайте огонь в тех, кто провинился, не горячитесь. Вдохните и выдохните несколько раз и воспламеняйте не от агрессии сегодня, а от страсти. Ну а вечером наша Луна соединится с опасным Плутоном и опасным станет пространство вокруг, поэтому опасайтесь. Эмоции могут стать неадекватными, тревожность, подозрительность, мнительность, да ревность могут охватить вашу душу, сделав вам больно, а вы эту боль можете перенести на другого человека, который проснулся этим утром и помолиться забыл. И тогда испортите вы весь воскресный вечер. Лучше наблюдайте этим вечером за пространством, наблюдайте за людьми и молча для себя делайте свои выводы. А с семи часов вечера наша Луна вновь начнет блудить в трех соснах и не найти уже ей дорогу назад до десяти часов вечера позднего. Но вы за Луной не ходите. Помните, Луна без курса, а вы с биноклем за пространством просто наблюдаете и в этот период важных дел не начинаете. Но этим вечером вы можете осознать, какого человека вам стоит исключить из вашей жизни и своего окружения близкого. Исключайте того, кто правде предпочитает ложь, кто подавляет вас, манипулирует и превращает ваши нервы в натянутые струны. и пусть тогда он уходит в мир лжи, но вы продолжаете жить, радуясь каждому новому дню, окружая себя добротными людьми, добрыми делами, которые так же, как вы, ищут радости и ищут добра и наполняют свою жизнь светом. Ну, вот такая неделя ожидает нас с вами. Удачи вам всем. Берегите себя, берегите своих близких. И до встречи на моем канале.